Сегодня в Беларуси стартовал черговый этап уступной кампании. Початок приема документов у ВНУ. У обовязкового списка пашпорт, школьный аттестат, сертификаты централизованного тестирования, так само меддаветка и заява. Те, что, кого по важливой причине не отримается прийти особисто, смогут дорушить это доверенным особам. Подать документы на бюджетные места можно до 15 лепеня. У платников часу крыху больше, по 2-го жнивня. И только для завошников сельгазпрофилю термины установлены с 1 по 30 листопада. А вот у абитуриентов силовых и творших ВНУ напереде еще внутренние уступные экзамены. И они пашнутся 16 лепеня. Поколь одни абитуриенты идут подавать документы у ВНУ нашей краины, иншие протягивают свое знакомство с высшими научальными установами областного центра на хвалях Радоя Гомель+. Сегодня у студию программы «Задай питание уладзе» запросили ректора Гомельского Державного Медицинского Университета Анатолия Лизикова и отказного секретара приемной комиссии Дмитрия Радько. Под час промого эфиру они отказали на актуальные питания, которые цикавили радиослухачоу. Гомельский Державный Медицинский Университет – это выдатное сполучение науки и прогрессивных технологий, на иношых обсталявания и сучасных методов научения. Профессийная подрыхтовка специалистов тут ожитивляется по двух специальностях – лечебная и медика – диагностичная справа. Студенты отримливают выключно якосные веды. Минавито тому во установе заусюду заховываются достатково высокие конкурсные баллы и постоянный интерес дает ей як сбоку белорусских, так и замежных абитуриентов. У нас из 28 стран, из Азии, Америки, Африки приезжают студенты. Все они стремятся получить образование, потому что в своих странах они получают подтверждение диплома. Поэтому мы качественное образование, поэтому и качественные студенты. Все это в установе плануете набрать больше за 600 белорусских и больше за 100 замежных студентов на первый курс и подрыхтовочное отделение. Подать документы на бюджетное место можно до 15 липеня. На платную форму навучения по другому жниюня уключено. Проемная комиссия працует с 9 до 18 годин. До речи уже в первый день подачи документов у медуниверситета, хапая жадающих вучиться тут. Я выбрала это учебное заведение, потому что меня привлекает профессия врача и все, что с этим связано, и я решила связать с этим свою жизнь. Я всегда хотел помогать людям и нужно укомплектовывать медицинскими кадрами больницы районные. Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, телерадио «Компания Гомель». Меж тем, подчас уступной кампании на хвалях «Радио Гомель Плюс» будет протягиваться ознаймление слухачев с высшими научальными установами областного центра. Завтра в студию программы «Задай, пытание уладе» будут запрошены представники Гомельского державного технического университета «Имя Сухого». У свой шаргут 14 репеня Белорусского державного университета «Транспорту». Нагадаем свои пытанье. Подчас промого эфиру программы вы можете задать по номеру телефона 37100 с 10 до 11 годин.